Как ни странно, прошло много времени, а я спокойно себе служу в родине, и никто даже не пытается меня убить. Но, может, я чего-то не знаю... Эй, йоу, всем привет, с вами я, Рома, и это уже одиннадцатая серия рубрики «Путь до лидера ФСБ». Это рубрика, в которой мы с вами вместе стараемся стать лидером ФСБ и успешно отстоять срок. А играю я на сервере BlackRush, и ты можешь скачать игру именно по моей ссылке в описании. Это самая актуальная версия игры без вирусов и багов. Залетай на одиннадцатый сервер Индиго, и при регистрации на этом сервере вводи мой ник РоманВендетта и один из лучших промокодов на сервере хэштег Вендетта. И за это всё ты получишь 15 тысяч рублей и поможешь и себе, и мне. Желаю тебе приятного просмотра, и мы начинаем. Погнали! Последняя серия вышла уже как две недели назад, и вот, наконец, выходит одиннадцатая серия, которую вы прямо сейчас смотрите. В ГИБДД я вам скажу самые неактивные ребята. Я никак не мог получить разрешение на перевод ФСБ, потому что тупо не видел старшего состава в игре, сколько бы я не заходил. А потом, при смене лидера, меня попросту уволили. И поэтому в этой серии я постараюсь полностью пройти путь до вступления в ФСБ, и надеюсь, меня больше оттуда никогда не ливнут. Как раз вот-вот будет собеседование в ОМВД, где я ещё в этой рубрике не успел побывать. И думаю, будет очень интересно. Фух, я успел добраться на этом драндулете, и теперь осталось пройти лёгкое собеседование. Долбаный интернет, как же не вовремя? Пока я разбирался с подключением, уже походу собеседование прошло. Очень надеюсь, что сейчас приеду, и оно ещё идёт. Ну всё, список мероприятий пуст. Будет ещё собес сегодня? Так точно. Фух, надеюсь, я всё же попаду на это собеседование. Кристофер, отойдём? Ну ладно, давай отойдём. Отошёл, блять. Он меня посадить удумал. Хотя мне это даже на пользу. Со звездой, которую мне повесил непонятно кто и за что, меня уж точно не возьмут в ОМВД. Меня, кажется, вроде как спасли от тюрьмы. Только вот я двигаться не могу. Зашёл чуть позже, и уже назначили новое собеседование. Нет, достаточно оперативно. Осталось в этот раз только не облажаться с интернетом. Нет, 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 только не это. У меня скутер пропал, и надеюсь, меня хоть кто-нибудь сейчас подвезёт из семьи. Правда, кроме мусоров, я никого не дождался. Отличное такси, однако. О, спасибо, беру свои слова обратно. Товарищ полицейский Мухтар снял мне звезду и довёз до ОМВД. Спасибо, братишка, реально выручил. Продолжим. В смысле, уже же как бы новое собеседование, но да ладно, мне же легче. Всё, буквально три минуты, и я наконец попал в ОМВД. И теперь я полицейский, и даже не ДПСник, а самый настоящий полицейский из ОМВД. Ещё у меня скин почему-то как у девятки, когда успел, интересно. И для повышения на второе звание, нам, как и везде, нужно сдать все эти уставы, автопарки, от которых мне уже на самом деле плохо. Я не умираю, ладно, всё в порядке. А также побыть на двух лекциях, и это очень легко, и была бы, конечно же, такая же система повышения, лёгкая и в ФСБ. Отыгровки, которые нам тоже нужно сдать, у меня и так остались в биндере, так что осталось только попросить кого-то принять у меня это всё, а потом ждать лекции. Здравия желаю, я подполковник отделения ОМВД Алексей Абрамович. Товарищ полковник, разрешите обратиться? Что-то хотели? Можно сдать устав и многое другое? Так точно. Я сдал абсолютно всё, что нужно, и осталось для повышения на второй ранг лишь посетить две лекции и залить отчёт на форум. Строй на парковке, неявка выговор, повторяя. Отлично, походу сейчас будет лекция, я очень на это надеюсь. Кстати, нужно в биндере поменять приветствие, а то так и осталось ещё со времён ГИБДД. Здравия желаю, я рядовой полиции Кристофер Виндета. И сразу же без водокатства началась лекция, просто пушка. Кстати, девятый ранг в полиции состоит в моей семье. Связи, связи, ребята. В итоге нам провели порядка четырёх лекций, что сомнительно много и хватит, наверное, даже для следующего отчёта на повышение и примерно столько же тренировок. И далее мы отправились на военную часть, чтобы сдать спортивные нормативы. Очень прикольная эрпэшка от лидера Джоша. Без происшествий в Батырево, конечно, не доедешь. Это знает абсолютно каждый игрок Блэк Раши. Ну привет, любимая Эмо, я очень скучал. Кстати, нет. Еее, я затащил бег 30 метровку. А потом печеньки не слушались лидера, и я решил прописать им двоечку в лицо. В итоге с моим лоу хп меня отправили в больницу, о, стонкс. Ну и ладно, тогда заливаем отчёт на повышение, и можно теперь докопаться до старшего, чтобы меня повысили, потому что такова жизнь печенек в любой фракции. А повысить можешь сейчас? Поздравляю вас с повышением. О, крутяк, я уже второй ранг, но наша цель сержант, и сразу отправиться в счастливое путешествие мира ФСБ. Товарищ Кристофер, не хотите со мной в патруль? Конечно, погнали, тем более, что нам это нужно для повышения, и всё остальное я выполнил ещё в первом строю. Теперь остался лишь патруль и эрпэшка, которую я не смог заскринить, и за тупой печеньки, и велком ту ФСБ. Начинаю патруль южный, ноли с 15 минут. Всё, готово, я закончил патруль, скринил я каждые 5 минут, и прошло всё довольно мирно и без происшествий. Но на самом деле, на такой тачке даже не замечаешь проблемы области. Я попросил Лёшу провести эрпэшку, и он сделал строй. Это очень-очень и очень круто. Я уже почти у цели. Сейчас мы должны помыть машину полковника. Да без проблем, чего не сделаешь ради ФСБ. Всё, готово, осталось залить отчёт на форум. О, мой подписчик, судя по фамилии Камрот, состоит в ФСБ и, судя по всему, имеет достаточно высокий ранг. Снова связи, связи, ребята, в криминальной России без этого никуда. Как всегда, какие-то крысы забрались на крышу и дэмят нас и кричат, что менты нули. Ну что же, классика, попробую бежать, ведь пушки у меня абсолютно нет. Что ж, не повезло, не фартануло. И пока я на курорте в больничке, можно составить отчёт на повышение. Вот вопрос, повысит ли меня сегодня или нет? И я, конечно же, надеюсь, что да. И да, меня повысили в тот же день уже на третье звание. Теперь просим перевод в ФСБ и бегом на форум. Я прям спидранеру МВД. Можно перевод в ФСБ? Так точно. Итак, я составил отчёт на перевод и осталось дождаться, пока меня примут. И этот отчёт кристально чистый и идеальный, так что проблем с одобрением возникнуть не должно. Кстати, лидер по-прежнему бил и надеюсь, что мы с ним сработаемся. И на этом уже 11 серия рубрики подходит к концу. Если понравилось видео, ставь лайк, подписывайся на канал обязательно с колокольчиком, чтобы ничего не пропустить. И напиши в комментариях, идёшь ли ты со мной в ФСБ. Я буду очень тебя ждать, братишка. Как ты видишь, попасть сюда не так уж и трудно. А я с вами не прощаюсь. Можете посмотреть предыдущие и будущие серии этой рубрики в конечной заставке. Всем удачи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok